МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Дом-долгострой. Когда получат заветные ключи дольщики в Лазурном? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одобрено. Спасатели республики проверяют места купания на безопасность. Герои нашего времени, врачи Чувашии, принимают поздравления с профессиональным праздником. В Самаре прошло заседание Совета безопасности. Главы субъектов Приволжского федерального округа и представители федеральных министерств и ведомств обсудили не только вопросы экологической безопасности, но и перспективы развития экономики, сотрудничества между регионами. Глава Чувашии Олег Николаев отметил, у республики достаточно возможностей для роста. Год был очень сложный, но то, что президент наделил руководителя регионов особыми полномочиями и возможности принимать решения в зависимости от складывающейся обстановки, позволяло, конечно же, балансировать между обеспечением безопасности и вопросами развития экономики. Поэтому мы в Чувашской республике смогли организовать работу таким образом, что у нас падение экономики было минимальным. Это примерно около 1% всего лишь. А уже в текущем году рост относительно прошлого года идет около 3%. Таким образом, мы тоже достигли до пандемии значений. Но самое главное, та работа, которая на сегодняшний день проводится и правительством Российской Федерации, и системная работа в регионе, нам позволяет запускать новые проекты. Мы буквально недавно прошли конкурсный отбор по локализации компетенции по производству тракторов малой и средней мощности по программе СПИК-2.0. И планируем подписать соответствующие соглашения СПИК-2.0 на полях выставки Иннопром, которая пройдет буквально через некоторое время. Потому что в этом году эта выставка посвящена теме сотрудничества России и Италии. А наш глобальный партнер в рамках СПИК-2.0 это итальянская глобальная компания ДОИСФАР. И вот таких проектов, таких больших, их у нас несколько десятков, которые позволяют неким образом задавать тренд активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности и таким образом обеспечивать главную задачу, которую поставил перед нами президент, запустить новый инвестиционный цикл, конечно же, основанный на инновациях. Сегодня в Госсовете прошла заключительная 50-я сессия. Уже в сентябре выборы в парламент республики. Депутаты подвели предварительные итоги работы и приняли ряд законопроектов. Шестой созыв оказался рекордным по количеству заседаний. Многие сессии проходили в дистанционном формате или в несколько этапов по вполне понятным причинам. За пять лет в стране и в республике произошло немало важных событий. Состоялись выборы президента страны и главы региона. Россияне отметили 75-летие со дня победы, а жители республики еще и столетия Чуваши. Чебоксары стали гордым трудовой доблести. Парламентом Чувашии принято 494 закона Чувашской республики. Мы руководствовались необходимостью законодательного регулирования наиболее актуальных вопросов различных сфер общественных отношений. В условиях пандемии приоритетной для нас с вами стала задача скорейшего принятия законов, касающихся социальной защиты граждан, модернизации сфер здравоохранения и образования, оказания поддержки наиболее пострадавших перед пандемией отраслей экономики и бизнеса. На сессии внесены изменения в Конституцию в Чувашии. Поправки на федеральном уровне были приняты ранее. Всего законом предлагается утвердить 9 поправок. Они касаются ограничений для высших должностных лиц региона и депутатов по месту постоянного проживания, наличия у них вкладов в иностранных банках. Кроме того, теперь прокуроры республики не будут утверждать глава и депутаты. У нас состоялось общенародное голосование по изменениям в Конституцию. Мы все прекрасно знаем те изменения, которые прошли. И, безусловно, сейчас очередь за регионами. Поправки, которые мы приняли, они абсолютно понятны, на мой взгляд. Это запрет на вид жительства или иное гражданство глав регионов и депутатов законодательных собраний. Мне кажется, это нормальная инициатива, поскольку все мы прекрасно понимаем, в глобальном мире, вопросы национальной безопасности, они выходят на первый план. И это абсолютно логично. Большая часть тут приведения в соответствии с федеральным законодательством. Поэтому можно относиться по-разному, но по большому счету тот момент, когда Государственный Совет согласовывал кандидатуру прокурора региона, это было правильно. Но раз это соответствует федеральному законодательству, то это просто принимается. Наша позиция в данном случае, чтобы слышать общественность, слышать представителей народа. А вот фракция ЛДПР не согласна с такой нормой. Мы с депутатами постоянно работаем с прокуратурой. Это основной надзорный орган. Очень много обращений мы пересылаем туда, и с ними работаем, постоянно взаимодействуем. Вот это вот, так скажем, знакомство с назначением, несмотря на то, что процедура всегда была предсказуема, всем было прекрасно понятно, что если уж президент отправил документы, то, конечно же, его назначат. Но сам факт, как вот определенная традиция, определенный уровень знакомства и тесной работы, он, конечно, был для нас важен. На сессии также приняли закон по исполнению республиканского бюджета за 2020 год. Депутаты обсудили безопасность и антитеррористическую защищенность образовательных учреждений и заслушали отчеты о работе за пять лет комитетов парламента. Кроме того, на сессии назначили выборы депутатов следующего созыва на 19 сентября 2021 года. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика. В Новочебоксарске участники долевого строительства жилищного комплекса «Лазурный» встретились с представителями застройщика «Оргтехстрой». Многоквартирный дом должны были сдать в 2019 году, но до сих пор дольщики ждут свои ключи. Пути решения проблемы искали на встрече с участием заинтересованных сторон. Жилой комплекс «Лазурный» в Новочебоксарске строится в несколько этапов. Дом состоит из пяти блоков. Секции людей заселяют поэтапно. Если одни давно уже получили заветные ключи и живут, другие вынуждены кочевать по съемным квартирам и платить ипотеку. Анастасия Сапожникова переехала из Кемеровской области поближе к своей дочери. Приобрела в строящемся доме по адресу улице Строителей 6 однокомнатную квартиру. Ключи ждет второй год. Свою квартиру продала и вложила в этот дом. Мне пришлось сейчас на маленькую пенсию купить другую квартиру. Конечно, очень тяжело. На вторую ипотеку уже отдаю полторы. Одиннадцать тысяч и варплата еще три тысячи. Получается, мне полтора остается с моей пенсии. Застройщик обанкротился. В смысле он не может строить. И получается, уже прошлого года, с августа месяца, у нас идет спор, что откладывает. В Вазурном ждут свои квартиры 62 дольщика. Люди негодуют, так как некоторые из них купили квартиры еще в 2017 году. Берут кредиты. Вы знаете, это жизнь. Жизнь, у которых уже дошла до предела. Прокуратура республики взяла долгострой на особый контроль. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело. А осенью прошлого года Федеральный фонд защиты прав граждан участников долевого строительства подал иск о банкротстве компании. Решить проблему власти предлагают за счет привлечения нового застройщика, с которым рассчитаются участками под строительство. Потенциальный застройщик достраивает свой дом на собственные средства, потом компенсируются ему затраты предоставления земельных участков городного Чаваксарска на безвозмездной основе. Я считаю, что данный вариант очень подходит для быстрого решения данного вопроса и закрывает проблему дольщиков в ЖК «Лазурной». Мы ничего не теряем. Мы остаемся в процедуре банкротства предприятия «Оргтехстрой». Застройщика мы уже в этом году будем выводить, а не через год на достройку этого дома. И будем включать компенсационные механизмы, которые работают по всей Российской Федерации. По оценке специалистов Минстроя Республики, приблизительная стоимость достройки объекта – 200 миллионов рублей. Сумма немалая. Сейчас ищут надежного застройщика, который готов полностью взять эти затраты на себя. Параллельно предполагается создать рабочую группу из числа дольщиков для оперативной работы и завершения дома. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика. Сегодня должно было состояться заседание арбитражного суда, где ожидалось окончательное решение по делу, но его перенесли на 22 июня. Мы будем следить за развитием событий. Купаться разрешается. Спасатели Республики проверяют места купания на безопасность. На этот раз обследовали дно одного из прудов в Чебоксарском районе Республики. Прием, слышишь меня? Слышите, хорошо. Принято. Слышите, хорошо. Иди направо. Принято, иди направо. Водолазный костюм, страховка, баллон с кислородом и рация. Так выглядит спасатель перед проверкой территории. Мы производим обследование дна водоема на посторонние предметы, на мусор строительный. В этом году находили даже лом в торчащей земле. В основном пластиковые бутылки, склянки, различные банки. Пологий берег без резких выступов и спусков. Глубина не более двух метров, чистое дно. Это идеальное место для купания. Вердикт спасателей – пляж Лагуна М соответствует требованиям. Целью нашей обследования составляет снижение травматизма и исключение несчастных случаев тем самым. Обследование участка там, где предполагается купание, его очистка от колющих редческих предметов, представляющие опасность для купающихся. Снижение этого мусора в воде и приводит к снижению травматизма. Особенно для детей, потому что это все находится на мелководье. Спасатели выезжают на обследование по просьбам районов республики. Чебоксарский муниципалитет подал 13 заявок. Всего же в Чувашии спасатели обследовали 131 пляж. В прошлом году их было в два раза меньше. Купальный сезон начался с июня месяца. Мы в этом году активно начали работать по подготовке места для купания. Особенно хочется мне отметить хорошую работу в Маргаушский район, Ибресинский район, Вурнарский район, Яльчикский район, Шамушинский район. В этих Канарских районах даже у них пример можно поставить. Они организовали самое лучшее место для купания. Спасатели планируют выезжать на такие обследования до конца купального сезона. Во время каникул подростки могут не только отдохнуть, но и заработать. Центры занятости населения Чувашии формируют базу временных рабочих мест для несовершеннолетних. Предприятия пока неохотно идут на этот шаг, но те, кто не первый год трудоустраивает подростков, отмечают. Молодое поколение выручает их во время отпусков основных работников и на временных работах. Благоустройство и отделенение, курьерская служба, расклейка объявлений, участие в промо-акциях. Подросткам стар с 14 лет могут предложить эти и другие виды работ. Несмотря на каникулы, София Новоселова каждый день с 6 утра на ногах. В этом году девочка впервые устроилась на работу. Теперь она дворник стоматологической поликлиники Новочебоксарска. Здесь же работает ее мама. Телефон хочется, надо работать. У каждого своя работа, она свою работу делает, я свою работу делаю. Единственное, пересекаемся, чтобы чай попить. Конечно, Надежда лукавит. В первый день она глаз не спускала со своего ребенка. Все ли правильно делает, чисто ли убирается. Но София быстро приноровилась и считает, что работа несложная. И хотела бы здесь остаться до конца каникул. А вот на отношениях к жизни первая профессия уже повлияла. Раньше мне не нравилась эта профессия, но потом, когда я сама начала работать, я поняла, что у других людей даже сложнее, чем у меня, работа. И я помогаю им. Например, когда вижу большой мусор, и никто просто, все проходят мимо, я беру этот мусор и выкидываю. Работать дворником незазорно, говорит подросток. Друзья даже завидуют ей. Они тоже хотели бы иметь карманные деньги, тем более заработанные собственным трудом. В летний период у них для нас это значимая помощь, большая помощь. Отпускной период начинается у работников. Сегодня в базе Центра занятости Новочебоксарска около 200 резюме от несовершеннолетних, готовых работать в свободное время. Конечно, главная цель не только дать возможность заработать, но и познакомить с разными профессиями и с правилами трудоустройства. Когда родители к нам обращаются с просьбой содействовать трудоустройство, мы рекомендуем обращаться и к своему работодателю. Несовершеннолетний знакомится с предприятием, получает основы профессии. Когда он вместе с родителем, это, наверное, делать проще. У него уже есть наставник, который может ему показать, научить. И в перспективе мы надеемся, что несовершеннолетний выберет для себя эту профессию, получит соответствующую квалификацию в наших техникумах региональных и придет на работу на это предприятие. Но прежде чем отправить на работу, в Центре занятости предложат пройти профориентационное тестирование, чтобы определить, какие навыки у подростка уже есть и каким сферам деятельности он предрасположен. Исходя из результата подтестирования, вам наиболее подходящие профессии – это все-таки программисты, бухгалтера, экономисты, но не рядовым сотрудникам, а все-таки там, где у вас будет взаимодействие с людьми. Кстати, кроме зарплаты, несовершеннолетние еще получают материальную поддержку от Центра занятости в размере 2250 рублей за каждый месяц работы. Надежда Яковлева, Павел Иритков, Республика. В предстоящие выходные свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. В республике уже начали поздравлять представителей самой гуманной и благородной профессии. Вот уже полтора года врачи, медсестры, весь персонал больниц продолжают сражаться с коронавирусной инфекцией. Длительное противостояние опасному недугу навсегда изменило работу докторов. Но сегодня они собрались все вместе, чтобы немного отдохнуть от привычных кабинетов, коридоров, белых халатов и противоковидных экипировок. Нарядные, красивые они поднимались на сцену за заслуженными наградами. Звание «Заслуженный врач Чувашской республики» получили четыре доктора. Такая радость заслуженная, значит, мою работу оценили. Из-за этой пандемии у нас не получалось встречаться. И вот сегодня я очень рада, встретила своих коллег, знакомых, и пообщались, вместе порадовались. Несмотря на борьбу с ковидом, без внимания не остались и другие медицинские направления. Мы с вами занимаем первое место в стране по самой низкой младенческой смертности. Что Министерство здравоохранения Чувашской республики занимает вторую строчку в рейтинге России по эффективности реализации национального проекта здравоохранения. Что цифровизация нашей медицины, именно в Чувашии, входит в пятерку лучших показателей страны. Самое главное, за всеми этими результатами вылеченные пациенты и спасенные жизни. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашском государственном педагогическом университете имени Ивана Яковлева состоялась форсайт-сессия с сетевой взаимодействием образовательных организаций в контексте модернизации педагогического образования. На ней обсуждался ряд вопросов, касающихся подготовки учительских кадров нового поколения. Активные участники, руководители и работники образовательных организаций Чуваши. В формате форсайт-сессии они обсудили перезагрузку педагогического образования. Речь идет о выработке совместных действий при решении стратегических задач. Их несколько. В числе основных – сохранение педагогического потенциала региона. Молодые талантливые выпускники вуза, безусловно, должны строить свою карьеру здесь. А основа профориентации закладывается в школе. Мы посмотрели, наверное, глазами сегодняшнего школьника с точки зрения открытия классов, профориентации и выстраивания индивидуальной траектории формирования и воспитания личности. Начиная с выявления в школе, его направлений, и даже педагогические классы, заканчивая сопровождением педагогический университет, встает рядом работодатель, директор школы, который выявляет этого ребенка. Мы все вместе помогаем, чтобы он выбрал профессию и остался у нас, потому что мы видим, что это должна быть хорошая система. У нашего педагогического университета накоплен огромный опыт обучения учительскому мастерству. Инновационные методики современной лаборатории выводят процесс подготовки учителя на совершенно новый уровень. Из стен первого вуза Чувашии выходят настоящие профессионалы. Каждый ребенок, конечно, должен быть счастливым, а счастлив ребенок только тогда, когда повезло ребенку на учитель, хороший учитель. Потому что учитель – это все для будущего ребенка. И вот в этой связи, наверное, для педагогического университета это событие сегодняшнее очень важное, потому что присутствие директоров школ, присутствие Министерства образования Чувашской Республики, мы вырабатываем совместные действия, как должны взаимодействовать со школами педагогического университета, чтобы из стен вуза выходили достойные учителя. Сетевое взаимодействие становится необходимым механизмом. Оно помогает выработать коллективное решение по ряду важных вопросов, согласовать позиции школ и вуза и двигаться дальше, в сторону повышения качества образования. Ульяна Пятакова, Павел Рядков, Республика. В ближайшие выходные весь православный мир отмечает Троицу. Столичные службы ЖКХ уже начали наводить порядок на кладбищах. В Троицу до них добраться можно будет только на общественном транспорте. Праздники Троицкой Родительской Субботы и Святой Троицы – это дни, когда вспоминают родных и близких. Тысячи чебоксарцев уже сегодня и завтра отправляются на кладбище, чтобы привести в порядок могилы. С нахаба везет меня на Троицу, но мы пораньше хотим завтра поехать, чтобы не было толчаи. Маме у меня 95 лет и на Троицу туда транспорт не пускает, поэтому мы поедем завтра пораньше, чтобы зайти на кладбище и далеко пешком идти. Мы стараемся не ездить прямо на Троицу, мы вот сейчас едем. И, ну, чтобы не толкаться в транспорте, народу много зачем, тем более ситуация такая нехорошая сейчас. В прошлом году кладбища были закрыты из-за пандемии. В этом году будет пассажиропоток больше, естественно, за два года у людей, ну, накопилось, могилы как бы поправить туда-сюда. Ну вот. Сейчас чувствуется даже, что народу больше, чем вообще, как вот, в прошлые годы в это время. 19 и 20 июня в Чебоксарах ограничат движение транспорта по дорогам, ведущим к городским кладбищам. Алатарское шоссе перекроют в 5 часов утра и откроют только в 8 вечера. Движение ограничат на участке от пересечения с проспекта Майги до железнодорожного переезда у Крачуринского кладбища. Проезд будет разрешен только для общественного транспорта. До кладбища в деревне Яуши можно будет добраться на автобусах номер 30. В эти дни на маршруте задействуют 32 автобуса средней и большой вместимости и 10 автобусов малого класса. До кладбища, расположенного по Мурнарскому шоссе, будет курсировать 8 автобусов среднего класса по маршруту номер 46. Транспортная доступность кладбища по улице Завраженная будет обеспечена автобусным маршрутом по 52. В республике все еще действует масочный режим, поэтому горожане без масок в общественный транспорт, следующий до кладбищ, допускаться не будут. Ульяна Пятакова, Регина Кубайкина, Александр Атяков, Республика. Ко дню республики запланирован масштабный культурный марафон с 21 по 25 июня жителей и гостей Чувашии ждет большое количество интересных событий. В рамках Чебоксарского культурного форума пройдут Всероссийский фестиваль «Родники России» и Всероссийский конкурс «Русь мастеровая». В программу также включены Чебоксарский международный кинофестиваль, фестиваль «Созвездие земляков» и мероприятия, посвященные подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей, 150-летию Национальной библиотеки Чувашии. 24 июня на Красной площади в городе Чебоксары пройдет фестиваль детских творческих коллективов «Аджиапача Акатуи». В этот же день в этнокомплексе «Амазония» пройдет 9-й Всечувашский праздник Акатуй. При организации мероприятий в республике будут выполнены рекомендации Роспотребнадзора, отмечают в Министерстве культуры Чувашии. Это были главные новости четверга, 17 июня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин